Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное плановое занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Марксизм в объективных и субъективных основаниях социальной справедливости». Лекцию читает доктор философских наук, профессор Владимир Петрович Огородников. Пожалуйста. Вы меня извините, я привык лекцию вообще-то считать, прохаживаюсь, но сегодня у меня сил нет, буду сидеть. Это не очень в правилах академических, но все равно. Итак, тема «Объективные и субъективные предпосылки социальной справедливости». С позицией марксизма, ну и я, конечно, буду читать в дилектическом таком ключе противоположные марксизму позиции. Тоже буду затрагивать воле-неволе, чтобы высветить. Потому что сегодня, вы знаете, в обществе у нас, и не только в российском обществе, но можно сказать, что и в мире, в общем, доминируют всякого рода немарксистские, даже антимарксистские концепции и социального устройства, и, конечно, социальной справедливости. Понятное дело. Конечно, социальной справедливости. Так вот, давайте выясним, прежде всего, определимся с основными терминами. К этому призывал Аристотель еще. Прежде чем о чем-то говорить, вот закон тождества, первый закон логический требует определить термины, чтобы в процессе изложения какого-то материала, спора, дискуссии какой-то, сохранять значение термина, говорить об одном и том же, то есть взятом в одно и то же время и в одном и том же отношении. Это касается понятий и справедливости, и равенства социального. Кстати, вот эти два понятия часто отреждествляются, что не совсем правомощно. С другой стороны, я это постараюсь показать, с другой стороны, понятия и справедливости, и равенства в отдельности тоже оттарктуется очень по-разному. Макс и Энгис призывали к конкретно историческому взгляду на все социальные процессы и на, конечно, какие-то проблемы социальные. Проблема социальной справедливости – это проблема классового общества. Она не отрывна от классового общества. В классовом обществе, в общем, эта проблема и возникает из того положения, что возникает классовое общество на частной собственности, на средства производства. Потому что вот государство, вот я вспоминаю опять замечательную работу Энгиса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Вот все это вместе возникает и уже в названии. Понятно, что вот в первобытном общинном строе, в первобытном коммунизме проблема социального равенства и справедливости не возникала. Она, в общем, решалась как бы в автоматическом режиме. Вот строй такой коммунистический, даже первобытно коммунистический, задавал объективное основание для социальной справедливости и социального равенства. В чем это выражалось? Ну, прежде всего, вот объективным основанием выступает, это один из главных марксистских тезисов, общественная собственность на средства производства. Даже общественная, общенародная. Это не одно и то же, что общественное. Потому что общественное может существовать в форме, скажем, государственной собственности. Как только возникает государство, государство, конечно, должно располагать собственностью, иначе оно будет совершенно безвластным. Кто ничем не владеет, тот и не властвует. Это упрек нынешней политики приватизации, когда государство стремится отдать. И приватизировано больше, чем в любых других буржуазных странах у нас. Ну, так вот, я начал первобытное общинное расстройство. Итак, общенародная собственность. Ну, общенародная на каком уровне? Общеплеменная собственность на средства производства. Почему не была частной? Она не могла возникнуть. Почему? Очень низкий уровень производительности труда. То есть, получали только необходимый продукт. Необходимый для того, чтобы просто выжить. Элементарно выжить. Не умереть с голода. Многие племена, которым не удавалось произвести необходимый продукт. Или уберечь его, как-то сохранить до будущего урожая. Вымирали. Просто вымирали. Мы с вами счастливые потомки тех, которые выжили в это жуткое время. Но это был первобытный коммунизм. И вот проблема. Значит, не было ничего, кроме необходимого продукта. Этот необходимый продукт можно было добывать только сообщи, а при низкой производительности труда. Вот это, так сказать, закон единства количественных и качественных изменений. Такое качество, как необходимый продукт своих характеристиков, обеспечивающий жизнедеятельность, продление рода на уровне именно рода, племени. Вот это чем обеспечивается тем, что труд совместный, как наиболее производительный. Невозможно представить себе отдельно взятого какого-то сельскохозяйственного труженика, который делился где-то на хуторе в первобытную эпоху. Он не выживет, потому что производительность труда, у него, предположим, будет какая-то примитивная мотыга или палка-копалка, так не выживет он с ней. Точно так же совместно труд первобытные охотники, землединия, это значительно позже появилось, как нам уже историки это раскрывают, нежели чем охота и рыбное ловно. Вначале охотой жили, в основном охотой, потом появилось скотоводство, когда выяснили, что гораздо проще и удобнее одомашнить вот этих животных, на которые ведем охоту. Но не мамонтов, конечно, одомашнить мамонтов, наверное, было достаточно трудно. Вы знаете, классический вариант мамонта добыть, но мамонта добыть можно ли один человек? Конечно, невозможно. Представляете, что тут требуется совместный труд, надо загонять его, потом надо его несчастного забивать, потом разделывать. Тут только совместный труд, вот при низком уровне производительности труда, то есть при низкой технике. Если нет техники вообще, то это еще не человек, это еще дикарь. Вот как только появляется примитивная техника, вот человек, но примитивная техника дает низкую производительность труда, отсюда совместный труд совершенно необходим. Вы знаете, и волки, и другие хищники охотятся стаями, да? И не хищники, выживая только там в стае. То есть вот эта стаяность, общность, она в известном смысле наследие, хотя нельзя это абсурдизировать, а не нас в социобиологию ударимся, да? Вот, наследие еще до человеческого состояния, да? Наших далеких предков, мы все-таки эволюционной теории, синтетической теории эволюции доверяем больше, нежели чем другим вариантам, да? Развития, появления хомо сапиенс на Земле. Итак, вот это таким образом, да справедливость, понятия справедливости не существовало еще и потому, что не было понятия права, значит, что право и справедливость однокоренные понятия, хотя это неоднозначно тоже трактуется, да? Была какая-то регуляция, ведь существо уже сознательное, пусть с примитивной техникой, но это уже человек совместный, ведущий, так сказать, образ жизни такой совместный, пусть там еще это семья не моногамная, а полигамная, там, да? Ну, пусть еще там многие моменты какой-то дикости еще существуют в первобытном обществе, особенно на первых стадиях, ведь первобытное общество – это колоссальный временной промежуток, из 100 тысяч лет, я люблю это повторять, вот, понимаете, количество и качество, из 100 тысяч лет, по данной современной антропологии, с этим никто не спорит, все истории Homo sapiens на Земле, только 5000 лет цивилизации, это у наиболее продвинутых народов, а у менее продвинутых народов, которым и мы с вами, кстати, принадлежим генетически, да, у них цивилизация и классовое общество, что нехорошо, но с наших нынешних позиций, но что было хорошо с тогдашних позиций, но списывал гораздо позже. Почему? Опять производительность труда. Вот как только сверх необходимого продукта, благодаря более совершенной технике, стали добывать прибавочные продукты, вот тогда, возможно, были накопления. И накопления происходили, как правило, у, вначале у наиболее таких производителей мощных, даже физически мощных, да, семьи, где в большинстве своем уже переходили к моногамной семье, внутри еще первобытного строя, да, вот опять вспоминаю, великое произведение Энгельса, происходили из семьи частной собственности государства. Семья моногамная обязана своим происхождением именно частной собственности, потому что моногамная семья не могла бы выжить, вот одна отдельно взятная семья, не могла бы выжить в условиях низкой производительности труда и вот этой общеплеменной собственности. А как только прибавочный продукт появился, вот тут, значит, появилась возможность в рамках семьи. А какие семьи, вот, накапливали этот прибавочный продукт в большей степени, да, те семьи, где там были, ну, скажем, мужчины. Все-таки производительность мужского труда всегда была выше. Вот сейчас уже паритет может быть в связи с всеобщей цифровизацией, да, кибернетизации процесса производства. Тут уже дифференциация, да, все-таки уже у нас не такая мощная. Так вот, больше сыновей, да, крепких мужчин, которые могут производить. Ну, и вот они уже как-то могли обособиться за счет более совершенной техники и вести производство даже сельскохозяйственное, более сложное, требующее. Вы знаете, у нас до сих пор не все благополучно с сельским хозяйством, да. Вот. А вот в условиях примитивной техники обработки, ну, могли все-таки уже большие, мощные. Все не справятся с этим. Вот происходит накопление у них, то есть прибавочный продукт. Где? В амбарах, в амбарах продукт накапливается. Но не нуждается, расширяет площади посевные, если это земледельцы, да. И нуждается в чем? В рабочих руках. Ему уже не хватает своих-то рук. Техника-то примитивная, нужно вот в основном ручной труд, нужно побольше. И вот тут они смотрят, там брат смотрит на своего, скажем, младшего брата. Он знает, что это его родной младший брат. А у него семья тоже есть, но там одни девчонки. А девчонок производительность труда низкая при той же технике. И вот смотрит он, так сказать, вроде с жалостью, родная кровь, чувство вот этой родной крови. Ведь в первобытном обществе было очень сильно, развито было это, конечно. Кровно-родственное единство такое, да. Ну и приходит к нему этот младший брат, говорит, слушай, ты знаешь, вот, ну не смогли мы зерна-то собрать много. Мы так не протянем зиму, да. Ну помоги, у тебя там много собрано. Ну хоть мешок зерна дай, чтобы мы с голубью-то не вымерли с моими девчонками. Он говорит, ну ты мне брат, конечно, я тебе дам. Ну ты же понимаешь, я же это, не с неба у меня упал этот мешок зерна, да, большой. Вот. И это же трудом. Так что ты должен будешь не отработать. Вот твои девчонки пусть на поля идут. Ага, вот, пошли. И вот, понимаете, начинается эксплуатация человека человеком, да. Они отрабатывают этот мешок, а потом впадают в большую кабалу еще с течением времени, потому что производительность-то возрастает, количество рабочих-друг, которые работают в этой частной собственности уже, да, на землю, увеличивается. Ну а там постепенненько, постепенненько эти самые кровные родственники превращаются в рабов, да, и хозяев, с другой стороны. Вот. Ну, так же, конечно, происходит и с захваченными рабами, потому что до этого захваченными людьми, вернее, в процессе вот межплеменных столкновений, раньше что сделали с этими пленными? Да что, их съедали в основном, чтобы доброе не пропадало. А теперь, когда производительность труда выросла, и отдельно взятый вот этот пленный может произойти больше, чем ему необходимо для собственного проживания, да, иначе какой смысл его держать-то, да, вот, в качестве работника, он сам на себя только работает, да, никакой прибавочный продукт не создает, какой смысл. Вот. А теперь, ну, вот его, значит, убивали, съедали, ну, может быть, делали соплеменником, но тут старая очень поговорка, как волка не корми, и все в лес смотрит. Как этот иноплеменник, как его там не приучают, там, и женили на девушке, на, из племени, а все равно он там норовит убежать в свое племя, там у него кровное родство. Вот. Ну, значит, а вот теперь, когда стал производить устойчиво, в два-три раза больше, чем вот этот прибавочный, необходимый винат продукт, вот тут его можно и поработить, сделать рабом. Пусть работает за похлебку. Ну, конечно, он производит гораздо больше, поэтому у него можно отнять, да, помимо необходимого для него продукта он употребляет. Вот социальное неравенство возникает. И несправедливость возникает. Вот уже, когда посмотрим этот процесс, откуда возникла эта несправедливость, это неравенство, вот оно, на чем покоится, да. Проблема всего собственности на средства производства. Частная собственность, если есть, не жди там, что угодно говори, какая она феодальная, капиталистическая, но если есть частная собственность, то никакое уже равенство социальное не жди. Люди разделены. Роженство разделены на классы. Имущие, не имущие, прежде всего. Имущие в отношении частной собственности. Более имущие, больше частной собственности. Или мелкотоварные производители. Какие пустыри-одиночки, да, но они не уживают, как правило, там они должны либо выбиться наверх, либо уйти в пролетарскую массу. Вот. Им деться некуда. Вот. Третий вариант тоже не дано. Вот. Так вот, отсюда, вот, это же все марксистский подход. Я вам, так сказать, ничего нового не говорю, но только с некоторыми подробностями отношения. И вот тут возникает проблема справедливости, вы знаете, восстание рабов, да, вот за что они там боролись? Вы знаете, интересно, рабы боролись за то, чтобы перевернуть буквально общество вверх дном. Вот они, восстание Спартака, какие, так сказать, крупнейшие восстания, вот одно из, вот, Спартака. Что они хотели? Они хотели отменить частную собственность? Не, 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 не. Они хотели стать хозяевами, а этих своих хозяев поработить, вот что они хотели. То есть, все сохраняется, только лица меняются, понимаете? Вот. Так же, как у нас борьба идет там, сменить верхушки кого-нибудь, да, даже группу лиц, давайте этих, ну, наворовались, давайте других выберем туда. Да, они еще не наворовались. Пусть воруют, да. Ну, опять же, нас будут обворовать. То есть, вот такой подход интересный. Проблема борьбы за социальное равенство, вот это, не было этой проблемы. То есть, люди, вот, рабы, восстающие, они не стремились к социальному равенству с хозяевами, да? Не стремились они, не было у них такой цели. Вот. И, значит, таким образом, вот, а неравенство-то возросло, имущественное неравенство, по принципу, как раз, собственности, она все возросла, и все больше разделение. Вы знаете, до чего у нас, вот, в нашем нынешнем обществе дошло? Когда у нас 1-3% верхушки, да, располагает богатствами, добываемые всем обществом, 90% богатств, добываемые всем обществом. Вот это что это вот? О, какое неравенство. За счет чего? За счет того, что они владельцы, причем можно быть владельцем юридическим, а можно быть фактическим, а юридическим не быть. Вот оно с расшатывания Советского Союза, с этого началось. Когда, значит, юридически не владелец, а фактически владелец. Он приватизировал что-то, что принадлежит юридически и не ему. Я вот приводил пример, и мне нравится это, я вчера это приводил пример, тоже лекции читал там в Красном университете. Значит, вот человек торгует пивом у стойки. Пиво ему не принадлежит, государственное оно. Стойка ему не принадлежит, государственное. Фартук на нем не принадлежит, государственное. Но ему принадлежит Жигули первой модели, ему принадлежит, другой модели еще не было в этот момент, ему принадлежит что еще? Ему принадлежит дача, квартира. А откуда это? А оклад у него, я специально интересовался. У нас, знаете, какое было? Все-таки в социализме нет равенства социального. Специального, да, некоторые полагают, вот со мной тут один вчера спорил отчаянно молодой человек по этому поводу. Почему нет равенства? А потому что, не потому что частная собственность доминирует. Нет, не доминирует частная собственность. Частная собственность вообще не может юридически существовать. Но вот этот самый продавец пива, он, откуда у него вот эти все богатства-то? Откуда? При 90 рублях, я не договорил, 90 рублей, это все получали вот эти продавцы пива, не только в Ленинграде, но и в Москве и даже в Дальнем Востоке. Вот какое равенство было, да, вот ты кто, продавец пива, да, первого разряда, да. Вот ты получи 90 рублей, да, вот и все. Ну, премию там за хорошую работу, а какая хорошая работа? Больше отстегиваешь директору магазина, вы же понимаете. Вот когда де-факто шел процесс приватизации и разделения людей, и когда это достигло определенного, опять, закон единства количественных качественных умений, определенного количества, вот эти уже де-факто богатеи, владельцы фактически частной собственности, которая государственная де юра, но они ее распоряжаются, пользуются как свои частные. Вот, вот они и перевороты сделали, это внутренняя причина переворота, да, крушение Советского Союза и социализма в нашей стране. Вот откуда, это не просто так, ну, Запад, конечно, очень даже помогал, был заинтересован, инспирировал, но вы знаете, вот Марк говорил, оружие силы, можно победить только силой оружия, но идея становится материальной силой, как только она овладевает обществом. Но всякая ли идея может овладеть общество? Нет. Только та, которая соответствует его чаяниям, его бытию, вот он уже стал, он уже, он знает, что он распоряжается, что он властитель тут, да. Он там первый секретарь горкома, а он на самом деле властитель вот всего распоряжается. Ему хочется это, так сказать, фактически превратить в юридическое. Поэтому эта идея, так сказать, вот такого капиталистического переворота очень даже ему близка, понятно, приятно, и он считает, что это справедливо. Интересно, вот понятие справедливости, потому что я фактически владелец, что же такое, несправедливо, что я должен рваным пизжачком слуги народа прикрываться, да. Не справедливо, что я ухожу на заслуженный отдых, я вот столько наработал, персональный пенсионер союзного значения, а у меня отнимается год сдача, машину мне не подают, а мой сын, я ушел, еще я его не курирую, я поставил на хорошую должность. А теперь его уже умственную даже развитию, ну не, знаешь, он дебил, просто он не способен к этому, вот я поставил, он не способен. Я-то был способен, но я считаю, что и сын тоже достойный. Нет, его там на моих глазах, я уже старый, больной и безвластный, пенсионер, а его вот понижают, понижают. Я могу привести не абстрактные, а конкретные примеры, прям фамилии назвать вам. Я достаточно стар, для того, чтобы вот это все, я все это прослеживал, в реале, тем более, что я работал и там, и там, и в комсомоле, и в партии, номенклатура, секретаря от обкома партии, я был, да, когда был заведующим кайфу Ленинградской, говоришь, партийной школы. Я все эти процессы, вот так сказать, вот пальцем держал, видел это все, не просто в теории какой-то, а в практике. Ну вот, и я прекрасно понимал, что происходит, и вот что значит эта перестройка. Я яростно выступал против этой перестройки, но, знаете, тут один в поле не воин. Многие не понимали, в народе не понимали, поддержали, тоже хотели. Знаете, вы вот сейчас волчеры получите, собственники, каждый волчер равен Волге, а иногда и даже двум Волгам. Ага, машинам, я имею ввиду, не река Волга, конечно, да, машинам Волги. Ну вот, ну и ооо, это знаете, как вот купили великий народ Германии, я тоже это люблю вспоминать, вот, великий народ, да, немецкий, просвещенный вроде народ, цивилизованный народ, каких гениев науки, искусства дал, можно перечислять целую плеяду. И вдруг они с оловянными глазами на стадионах тысячи зихая кричат, книги сжигают, да, и маршируют там, вот, что такое произошло? Всеобщее затмение такое, какой-то перевод мысли? Нет, вот внутри хотел, а шофер обещал. Мы станем хозяевами мира, каждый из вас будет, так сказать, владельцем, у него будет поместье там, или что-то там, вот, собственность. Вот, а для этого нам надо этот мир завоевать, этих неорийцев, да, вот и все. Вот, понимаете, то есть, бытийный момент тут был тоже, объективный, чтобы вот такое неравенство совершить еще. Ну, и субъективный момент это поражение немцев в Первой мировой войне, там, контрибуции, территории, так сказать, отделены были от них и так далее. Ну, это отдельный разговор. Так вот, справедливость. Значит, если справедливость понимать, вот, как соответствие праву, а что такое право? Опять же, Маркс и Эйнгис прекрасно выразились об этом. Право – это возведенное в закон воля господствующего класса. Значит, то, что справедливо в отношении господствующего класса, право-то, это господствующего класса идет, то совсем будет несправедливо в отношении абсолютного большинства населения. Пролетаризированного, даже лимпиаризированного подчас, да? Но вот население, а вот, значит, вот видите, объективный момент какой? Для справедливости. Если есть частные собственности, вот объективный момент. Отсутствие частной собственности. Не случайно тот же Маркс и Эйнгис в манифесте Коммунистической партии вот заявили, что мы задачу коммунисты, мы коммунисты можем выразить в трех словах. Ликвидация частной собственности. Вот главная суть. Потому что это основа всего. И классового гнета, и неравенства. И дальнейшие разговоры о том, что можно, так сказать, правовое государство. Вы знаете, мы до сих пор строим, да. Декларируется на правовое. Равенство перед законом декларируется в Конституции. Но какое может быть равенство перед законом, если общество разделено на противоположные классы, эксплуататор. Мы прекрасно знаем, как покупаются суды. Вообще покупаются не суды. Все покупается. И все продается. В этом мире, да еще мы более дикий капитализм. Более жестокий, нежели чем западный, более цивилизованный капитализм. Хотя там он тоже, конечно, прогнил до невозможности сейчас. И вы знаете, что у нас от рождения просто родить в хорошем родильном доме. Взятку давай. На это деньги нужны. Дальше. Попасть этот ребеночек, родившийся в детский сад. Взятку давай. В хорошую школу, взятку давай. В институт, тем более взятку. От армии освободим. Взятку давай. И в конце концов, да, хорошую должность. Взятку давай. А и похорониться тоже хорошо. Давай деньги большие. Все это у нас дорого стоит. К сожалению, я с последним процессом не понаслышке знаком. Очень хорошо, поскольку своих ровесников все провожаю и провожаю. Например, и знаю, что, почем, и как это все дорожает. У нас все дорожает. Абсолютно все дорожает. И квартира дорожает. В этих условиях, как можно говорить о социальной справедливости. И равенство перед законом. Да, равны. Декларируется. Равенство перед законом. Декларируется свобода, демократия. Декларируется в Конституции основание демократии. Вот, так сказать, что является в Конституции основой демократии в нашей стране, в России. Вот. Что является вот непосредственным свидетельством демократичности нашего строя. Что, товарищи дорогие? В Конституции. В Конституции это декларируется. Что? Вот там прямо сказано. Это же в начале. Первая, вторая, третья глава. Что является? Гарантом. А? Президент. Ну, президент он гарант. Гарант. А вот что обеспечит истинную демократии, народовластия? Реально что? Не частные, собственно. Вот тут противоречие. С одной стороны, допускается частное собственное, а с другой стороны, всеобщие выборы равны. И президентом мы прямо выбираем. И вы знаете, все время наша пресса, наши политологи, наши, в смысле, их политологи, этого нашего, управляя правящего класса, они все время говорят, что, ну вот смотрите, как в Америке-то они там выбирают выборщиков, а у нас непосредственно, вот демократия-то. Вот это вот и есть справедливость, осуществление. А как без демократии, какая справедливость? А вот вам демократия, выбираем. Народ. Вы знаете, как Борис Ельцин все время. Я всенародный избранный, да, я вот гарант, потому что я всенародный избранный. Но если посмотрим вот глубину этих моментов, вы знаете, великие французские просветители 18-го столетия, ну я, Монтиске, Жан-Жак, Руссо, Вольтер, да, менее известные, там, Дени Дедро, то они вот за что боролись-то? Вот за истину, добро и справедливость. Три момента. Потом это на флаге французской буржуазной революции было написано несколько иное. Свобода, равенство и братство. Но вот просветители истину, почему это истинно? Это какой-то субъективный момент вроде истины. Оказывается, если ты не владеешь истиной, ты не знаешь различия добра от зла, справедливости, а не справедливости, основания этой справедливости. Поэтому тебя можно голыми руками куда угодно загнать, и ты не будешь понимать, что с тобой происходит. Класс в себе, знаете, по Гегелю, но с вариантом Маркса, с интерпретацией. К сожалению, у нас большинство населения нашего, трудящегося, до сих пор представляет собой класс в себе. Потому что плохо понимают вот эти азбучные истины марксистской философии, политэкономии и теории, конечно, научного социализма. Плохо. Вот я вот все время иду занятия, беседы, вопросы, которые задают люди с высшим образованием. И не только в Красном университете или здесь, а вот я вот сегодня читал две пары лекций у кого? У спецкурса повышения квалификации начальник и кафедр военных учебных заведений, не только академии. Из 16 человек 10 доктора наук профессора. И вот они не понимают ситуацию. Я им разъясняю, как меня до сих пор еще не посадили или просто не выкнули с работы. Вы понимаете, какой я опасный человек? Как я на камеру говорю, снимут тут же. Ну вот. Я им разъясняю. Они не понимают, взрослые, более чем люди. А вот они там вот начинают по этим вопросам. Я им логику считаю формальную. А с логикой там примеры соответствующие. Так вот, истина, добро и справедливость. Почему истина впереди? Вот насчет демократичности строя. Выборность. Но если люди не знают, за что они голосуют, за кого они голосуют, что представляет сущность вот этого кандидата, депутата, какова у него? К какому классу он де-факто принадлежит, если он де-юре там вообще независимый? А вот к какому? Как вообще эти люди могут узнать это? Да они не могут это узнать. Он там, смотрите, вот продекларировал что-то предвыборной кампании. За что он будет бороться? За что он? За демократию, конечно, будет бороться. За свободу. За независимость будет бороться. Ясное дело. За равенство социальное он будет бороться. А будет ли он бороться или нет? Или его объективное положение диктует ему совершенно другое. Он будет бороться за себя. Как абсолютно большинство наших замечательных народных избранников. За свое место, за свое обогащение. Для того, чтобы получать 1 миллион в день рублей. Понимаете? Это что, социальное равенство? Большинство не получает миллиона рублей в год, а некоторые получают миллион рублей в день. А некоторые 3 миллиона в день получают. Вот этот у нас глава газовая компания. Ну да, Миллер. 3 миллиона в день он получает. Ну, заработает-то как? Разве можно сравнить с работягой, который там канал уроет? Ну, что он там, пот и много у него крови. А Толк не говорит, а Миллер, он же создает просто богатство. Для себя и его удобно. Понимаете? За счет эксплуатации. Вот это уже работяги несчастные. Понимаете? И вот если человек не понимает, за кого он голосует, что это за лицо? Или за что он голосует? Вот за Конституцию тогда голосовали. Абсолютно будет, что людей даже интеллигентных не читали Конституцию в проекте. Ну и что это? Волеизъявление? Я при этом привожу такой пример. Представьте себе, люблю этот пример, для того, чтобы все стало ясно. Представьте себе времена Коперника. Коперник, вы знаете, свои взгляды до конца почти жизни скрывал, не публиковал. Они были опубликованы окончательно после смерти. Боялся. Было чего бояться, конечно, в эти времена. У нас сейчас эти взгляды не вполне. Уже становятся модными, что называется. Так вот, во времена Коперника всеевропейский референдум. Кто за то, что, как считает нечестивый Коперник, Земля обращается вокруг Солнца? А кто за то, что Земля – центр Вселенной? И вокруг нее планеты и звезды побольше в арбитах? Абсолютно демократическое голосование, выборы. Никакой подтасовки голосов. Никакого влияния на избирателей. Они все пришли и дружно проголосовали против Коперника. Он остался в абсолютном несчасте. За него какой-то один или два человека. Миллионы проголосовали. Ну и что? Мнение большинства не есть критерий истины. Никогда. И никогда не будет. А это выставляется как основа демократии. Так это же псевдодемократия. Не владеешь истиной, не знаешь, за что голосуешь. А вот когда выбирали вождя племени, на уровне племени, там, ну, сто человек, тут каждый знал каждого. И вот тут-то можно было выбрать действительно достойного человека. А если он взорвался, ну, что делали, так сказать? Ну, смертная казнь еще и взорвался. Торжественно его съедали потом. Все-таки человек-то был достойный, смелый, мужественный. Кусочек съешь, станешь тоже смелым, мужественным. Но другому уже не захочется так вот себя вести, вы же понимаете. Да? Узурпировать власть в условиях. А тут мы что знаем о нем? Да? Ничего мы не знаем. Потом узнаем. Ах ты боже, мы этого посадили, этого посадили, этот взятки там миллионные, этот миллионные. Надо же, как? А всенародно вы избранный был. В чем дело-то? Да потому что мы и не знаем, за кого голосуем. То есть демократия вот в отсутствии истины, какая только может быть, псевдодемократия, самая настоящая. Поэтому никакого равенства мы таким путем не получим. А вот история общества, а не только марксистская теория, показывает, что все определяется именно формой собственности на средства производства. И мне тут один сказал, тоже из моих слушателей в Академию, говорит, Владимир Петрович, ну еще там марксизм. Ну устарел же марксизм. А почему он устарел? Ну уже полторы сотни лет до этому учению. Я говорю, а слушайте, вы, кажется, тут на одном занятии выявляли, что он верующий. Да, он говорил, я верующий. Но не возбраняется, наоборот, люди теперь гордятся тем, что я верующий. И сказать, что я вот атеист, знаете, мне даже страшновато на аудитории. Как бы потом ничего не вышло. Уже этим заявлением оскорбляют чувства верующего, понимаете? И как его атеиста вообще держать на этом месте? Он опасен. Умные люди это понимают. Уже атеизм опасен. Да. Так вот, я говорю, ну вы верующий. Так а христианскому учению сколько лет? А? Две тысячи. Так устарело во много раз больше. Если вы только в количестве, в лет, да? По отношению к марксизму. А как вы, говорит, докажете, что не устарело учение Маркса? Так легко, говорю. Вот возьмите любой момент нашей действительности, да? О чем бы мы ни говорили. Вот предстоящие выборы, да? Еще что-нибудь. И мы видим, как это все проходит. Вот. Все у нас, мы живем вот в соответствии с этой доктриной. Конечно, не в соответствии с доктриной Маркса. Но Маркс сущность эту раскрывает всей нашей общественной жизни. До сих пор. А альтернативные варианты, вот субъективная диристическая концепция, скажем, вот этой социальной справедливости. Или истины даже. Вместе с социальной справедливостью. Вот сущность человека, свобода человека, свобода и справедливость, вот они тоже и равенство, и свобода, и братство. Вот. Все время искались и ищутся всяким человеком, практически всяким. Другие интуитивно это принимают, большинство интуитивно. На веру принимают тоже. Такая позиция, мне нравится и все. Я и аргументов не буду искать. Нравится и все. Так вот, экзистенциализм, такая философия, очень модная в 20 веке, и не случайно, кстати. Всякая концепция существует, развивается, живет, пока она соответствует бытию. Бытие 20 века, после Первой мировой войны, первая волна экзистенциализма. Что такое экзистенциализм? Ну, вот он бывает, кстати говоря, атеистическим, а бывает и религиозным. Да, но и тот, и другой экзистенциализм ищут как раз что? Основание свободы человека, сущности человека. Но эту свободу, эту сущность, они ищут на уровне отдельно взятого индивида. Вот в чем. И, кстати говоря, это относится не только к экзистенциализму. Это относится к любой религии. Каждый за себя, один Бог за всех. И ты должен для себя найти свое место, определить свою роль в этом социальном процессе и в чем состоит твоя свобода. Так вот, экзистенциализм. Не случайно своим предшественникам экзистенциалисты первой волны после Первой мировой войны и после Второй мировой войны, упадок, экономический упадок, страдания, они возвращают тысячи людей к проблеме сущности жизни. Почему вот так плохо живем? Почему вот такая война прошла? Можно ли вообще без войны? И вот экзистенциалисты толкают человека, каждого к себе, вот ищи внутри себя это. И одним из раноначальников, я начал говорить, не закончил, и социалисты первой волны и второй его даже волны считают, Федора Михайловича Достоевского нашего. Вот читали его замечательные романы. Я зачитывался в юности просто под одеялом читал, в детстве еще, мне не давали, с фонариком под одеялом читал, преступление и наказание, взахлев, вот там родя раскольников, что он ищет? Себя ищет. И свою свободу, в чем она состоит? Тварь я дрожащая или поступок могу совершить, а это вот тварь, старушка, проценщица, чего она стоит? А тут у меня сестра выходит за богатого, потому что из-за бедности мне хочет помочь, я должен ей помочь. И вот я должен этот поступок совершить, переступить через это, через какое-то общественное, нравственное установление, для того, чтобы свою самость поднять и проявить себя и, в общем, помочь и сестре, и матери и так далее. Ну и вы знаете, он пошел на преступление, потом Федор Михайлович, он мастер такого, как он показывает внутреннее терзание, томление до преступления и после преступления. Он понимает, что вот он ничего, себя он не нашел, свободу не обрел, набор отстал несвободен. И свобода он становится только в астроне, когда вот в искуплении, да, не согрешишь, не покаешься, не покаешься, не спасешься, нет тебе свободы. Это уже христианская, одна из христианской заповедей. Понимаете? Вот к отдельно взятому человеку. И то же самое, вот и поиск свободы на уровне индивида, не только все экзистенциалисты, да, ну Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель, тоже экзистенциалист, вот как раз он экзистенциалист первой волны после поражения Германии в Первой мировой войне, да, тоже самое писал, вот на уровне индивида, в поиске там, сущности человека и свободы. А сущность-то социальная. И свобода-то может быть только социальная, а не индивидуальная. Индивидуальный человек свободен только тогда, когда общество, конкретно класс, которому он подлежит, ну срез какой-то социальный свободен, а не сам по себе. Как говорил Владимир Ильич, Ульянов Ленин, нельзя жить в обществе и быть свободным от этого общества. Нельзя, не уйдешь ты от этого общества, никогда. В каждом слове, в каждой мысли своей мы связаны с обществом, мы не изобрели ни одного слова, которым пользуемся, это все социальное состояние, мышление наше, социальное состояние. Мы мыслим вот категориями, которые дает нам общество, наша жизнь, начиная с рождения и до смерти. Но относительная свобода, конечно, есть у индивида и индивидуального сознания. А вот другой, вовсе не экзистенциалист, но очень радеющий за свободу философ, тоже российский выходец из России, Петерим Сорокин. Его концепция до сих пор на Западе пользуется очень большой, так сказать, славой, почтением. Почему? Он эту концепцию, ну Петерим Сорокин, приват-доцент Санкт-Петербургского университета, он во время вот революционных потрясений, ну после уже, вот он один из тех, кто на знаменитых философских пароходах отправился, был отправлен, Владимир Ильич инициировал это отправление тех, не согласно советской власти интеллигенции, писателей, поэтов, отправили их туда. Не репрессировали, ну пусть они там, пусть поживут, вот что-то поймут. Ну и Петерим Сорокин, ну он в Америку попал, а в Америку попал, там вы понимаете, 30-е годы, кризис страшный разыгрывается, десятки тысяч безработных, есть не на что, есть нечего даже, преступления колоссальные на счет этого. И вот Сорокин тут, социальное это неравенство колоссальное, да, он пишет книгу, в которой показывает основы социального неравенства, он признает, что есть в каждом обществе социальное неравенство, пишет, что, значит, вообще социальное равенство это иллюзия, это утопия, никогда люди, они не равны и не будут никогда равны. Поэтому призывать, чтобы все были там вот одинаковыми, это бессмысленно, никто и не призывает, кстати. Равенство не означает уравниловки, даже вот у французской буржуазии, равенство это неравенство абсолютно, вот исправедливость, распределим всем, сестрам по серебам, да, одинаковым, да, вот это будет социальное равенство, где-то, уравниловка, уравниловка. И вы знаете, что первая фаза коммунизма-социализма у классиков, это еще не общество равенства и социальное справедливости. Макс специально оговаривает это. Так как в предсоциализме еще не выросли мы до общенародной собственности, вы знаете, у нас государственная собственность превалировала в предсоциализме. И так как люди-то по природе своей не равны, то абсолютного равенства в предсоциализме такого, как уравнилки, не может быть. Один физически или интеллектуально превосходит другого. Он таким образом больше адаптируется в окружающей среде, находит себе хорошую, хорошо оплачиваемую работу, да, да даже если они равны, вот физически, интеллектуально, пишет Марк. Вот два одинаковых человека абсолютно по своим талантам, но у одного семья семеро полапов, а у другого нет. Вот он такой эгоистик при всех своих достоинствах человеческих, вот нет у него. Так получают они одинаково по труду, распределение по труду Маркс показывает, это не социальное равенство и никакое не уравнение по труду, да, распределение. А труд-то одинаковый, получают одинаково, а семьи разные, значит социального равенства нет. Один еле концы с концами сводит, а другой очень прилично живет. Потому что он только на себя работает. Так что, а Петерим Сорокин говорит, да, вот социальное неравенство, конечно, оно обусловлено даже генетическими причинами, так сказать. Так вот, как можно вообще бороться за себя? Вот отдельно взятый человек может там за себя бороться, но надо себя понять опять. Вот чем-то, какими-то достоинствами хоть обладаешь. Ну, какими достоинствами? Ну, предположим, спортивный человек хорошо в футбол играет. Знаете у нас футболисты мирового класса как зарабатывают? Ого, а не в элите. Вот развивай себя, если бы, давай, вперед. Если ты интеллектуал такой, ну, в науке пробивайся. Гений всегда пробьется. Хотя гению нужно образование еще получить, образование платное, по поводу пробейся, да. Петерин Сорокин как-то это обходит стороной. А ну вот в науке, ну, скажем, в искусстве рисуешь ты хорошо, развивай, отвоевываешь все место, ты войдешь в эту элиту. В искусстве, в искусстве не обязательно изобразить, там, в балете, прямая балерина тоже прилично зарабатывает и прочее, тоже в элиту. И так далее. Если ты чиновник грамотный, талантный, может организовать производство хорошо, ты сделаешь хорошую, блестящую карьеру, тоже в элите. Но если у тебя нет никаких талантов, или ты не понимаешь и не можешь, не увижу себя, или ты просто от природы ленив почему-то, хотя и таланты есть, но не развиты. Зарыл эти таланты в землю по известной притче, как раз о талантах, зарытых в землю, христианская притча, но я не буду это напоминать. То тут, как говорится, пиши на себя жалобу, а не уходи с красным знамением на улице и не кричи антинародный режим долой. Банду Ельцина под суд, как мы ходили, кричали. Вы помните, когда во время Ельцина, позволяли нам тогда, еще демократия была, хотя никакой демократии, конечно, не было. Но вот какие-то свободы были элементарные. Сейчас бы мы вышли, представляете, с такими криками в отношении нынешнего президента. Тут бы нам нашли место под солнцем, в тени. Под солнцем, в тени. Да, я понял. Так что вот объективным основанием социальной справедливости, социального равенства является, конечно, общественная собственность. И чем больше она обобщислена, тем больше будет социального равенства, а не уравнилки, и справедливости, соответственно. Значит, государственная собственность – это первый этап. Потом идет общенародная собственность. Сейчас не буду обсуждать. О субъективном основании, о субъективном понимании вот этого, понимая, что происходит в твоем обществе, в твоем государстве сейчас, каковы процессы идут, и можно ли их вот сейчас как-то повернуть, способствовать тому, ведь роль человека, сознающего не только себя, но и мир вокруг, в том, чтобы активно воздействовать на эти процессы, а не плыть по течению. К сожалению, большинство обладателей так по течению плывут. Значит, вот субъективный момент, основной – познание истины, истины, стремление к истине. Вот, я бы так совершил, обобщил. Извините, может, увлекся от усталости, наверное. Сегодня четыре часа лекции уже прочитал, сейчас еще. Вчера он читал, вечером, не даст соврать мне, товарищ, меня пишет второй раз, в Красном университете. Один уточняющий вопрос, а больше вопрос. Так, можно ли сказать, что основанием социальной справедливости является уничтожение классовых различий? Ну, тогда надо сказать, а что является основой уничтожения классовых различий? Это как раз, когда возникают эти классовые различия? Когда возникает частная собственность на средства производства. Значит, классы, как писал Владимир Ильич, они не уничтожаются, они отмирают. И государство, и классы вместе, да. Да, и отмирают в связи с тем, что вот приоритет сначала государственный, знаете, вот первые годы советской власти, Ленин об этом много писал, о проблемах многоукладности, да, в экономике. И НЭП там выдвинул к неудовольствию даже товарища по партии, вы знаете, там его не все приветствовали по этому поводу. Ну, он человек был, конечно, очень, ну, что хвалить Ленина, это даже неприлично по поводу гениальности. Так что основанием уже уничтожения классовых различий является как раз достижение вот этой общенародной собственности. Когда не будет класса. И уничтожение вот какого-то, так сказать, паритета в процессе производства на основе общенародной собственности на средства производства. В производстве, да, и выравнивание там между умственным и физическим трудом у нас уже, конечно, во многом стертое, но далеко не всегда различия, да. Вы знаете, там вот классовые различия при социализме два класса, да, у нас рабочий класс и колхозное крестьянство. Если труд на деревне вполне равен труду рабочего, да, то же механизм, то оборудование такое полностью компетизированное, так он уже и не крестьянин, да, по характеру своего труда не крестьянин, хоть он объект его, приложение его труда, еще там сельское хозяйство, животноводство, предположим, но он не крестьянин по характеру труда, по характеру труда он уже вполне равен рабочему. Вот, так сказать, основание. Спасибо. Значит, желающих покритиковать вас не нашлось, поэтому заключительное слово. А, ну вот, как хорошо. Вот, вчера у меня там такой критикант был, так и не отбился от него. Вот. Вот, и я вот в качестве заключительного слова как раз использую то, что он мне в качестве критики преподнес, да. Вы знаете, я сказал, что вот то, что я сегодня повторил, что социализм еще это классовое общество, да, и что еще социальная справедливость и равенство тут не достигается при социализме. И вот он к этому придрался, и он мне, знаете, что заявил молодой человек, я не знаю, года 23 ему, наверное, так. Он мне, седовласовому профессору, 50 лет научно-педагогического стажа, он говорит, вы не понимаете диалектики единичного, особенного и общего. Да, я говорю, так, молодой человек, пожалуйста, с этого момента поподробнее, в чем именно не понимая. И это вот имеет отношение к нашему разговору сегодняшнему. Почему я ее? А он говорит, вот социализм – это первая фаза коммунизма, коммунизма, а коммунизм – это высшая стадия, да, 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 хорошо, говорю, ну и что? Так вот, социализм – это частное, а коммунизм – это общее. Поэтому все частное включает все то, что является общим. Интересное было рассуждение. Вы диалектику единичного частного общего смешиваете с диалектикой эволюционного процесса. Этапы эволюции, они не сосуществуют, они сменяют друг друга, повышаются. И там возникает новое качество, на новом этапе. Коммунизм полный – это новое качество по отношению к социализму. Пришли на примеры. Желудь и дуб. Вот, если социализм – желудь, там возможности коммунизма задолжены, дуб – это коммунизм. Он говорит, так шелудь – это и есть дуб. А дальше он сам привел. А яйцо – это и есть курица. А может, говорю, петух. Пусть он подушку яйцами набирает. Ну вот, ну уже. Я говорю, вы, значит, отличие между уже птичкой крупной и яйцом не видите, да? Качества никакого, да? Вот, ну вот так. Причем нет, вы мне, я вот сказал, он говорит, нет, вы мне ничего не доказали. А еще в Красном университете выступайте с лекциями. То есть, я вообще не достоин даже выступать. Виноват. Вот, вот так. Вы понимаете, я почему это в качестве вот такого примера привел, что вот опять же истина, вот если истиной не владеешь, ни в чем не разберешься. Даже в простых вещах, не только вот в этих сложных социальных вопросах, а справедливости. Поэтому в заключительном слове я вас призываю, одаревайте истины. Я не претеную на то, что я владею истиной в последней инстанции. Хоть у меня там 50 лет только научно-педагогического стажа, общий стаж 61 год, столько вообще не живу, сколько я работаю. Но, тем не менее, сказать, что я достиг полной истины, да, это было бы слишком усыновидение с моей стороны. Но какие-то элементы все-таки, ну, успел, да. Вот. И к чему и вас, уважаемый, призываю. Потому что без владения истины мы не можем вести нашу борьбу, нашу партийную работу. Она ничего не будет стоить, понимаете. Потому что мы не будем понимать, что происходит и куда нам конкретно сейчас двигаться. То есть не только стратегию, не поймем толком, но и тактику. Тактику выбрать иногда бывает гораздо сложнее, чем установить стратегию. Стратегия – это дальняя перспектива в качестве горизонта. А вот как вот, которого может не достичь? Надо определиться. Истина. А горизонт – это или все-таки достигаемая какая-то вершина, а не горизонт. А тактика, она требует колоссальных усилий, не только по познанию истины, но и по тому, чтобы познанное внедрить в действительность, сделать этой действительностью, вести конкретную борьбу. И тут такая должна быть вообще дипломатия. Тут уже даже, может, не наука, а искусство, вот когда это мы внедряем, это знание. К сожалению, небольшой такой разрыв временной. Ну, все, да. Спасибо, Владимир Петрович. Ну вот. Спасибо. Николая сил еще нет, а так бы он меня покатиковал. Объявление, тема занятий в следующий четверг – противоречия профсоюзной борьбы докеров морского порта Санкт-Петербурга. Я, кто читает, член российского профсоюза докеров Беряев Михаил Юрьевич. О, он-то знает это. Ищет в следующий четверг. Здравствуйте. До свидания. Противоречия как источник развития. Да. Противоречия. 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 Продолжение следует...